Всем привет! Меня зовут Константин Устьянцев. Это свободный лет шоу о хоккейной жизни. Мы говорим и показываем этот вид спорта для того, чтобы сделать его ближе к вам. С именем этого спортсмена связана целая эпоха хоккейного клуба «Трактор». Он выводил команду в элиту российского хоккея, а в новейшей истории был причастен ко всем наивысшим достижениям черно-белых. От завоевания Кубка Континента до серебряных и бронзовых медалей континентальной хоккейной лиги. У нас в гостях один из самых титулованных воспитанников Челябинской хоккейной школы, лучший снайпер «Трактора» в КХЛ, нападающий Андрей Попов. Андрей Попов родился и вырос в Челябинске. Будучи игроком детско-юношеской спортивной школы «Трактор», под руководством Игоря Калянина неоднократно становился победителем и призером первенства страны. Признавался лучшим в своем амплуа, регулярно получая вызов в сборные, как региональные, так и национальные. Пройдя всю вертикаль «Трактора», Попов становился непосредственным участником главных достижений «Челябинца» в новейшей истории. От чемпионства в высшей хоккейной лиге и последующего выхода в Суперлигу до Кубка Континента, бронзовых и серебряных медалей в составе черно-белых. Габариты плюс отличное видение площадки делали из него настоящую угрозу для соперников. Попов — великолепный командный игрок, который умеет играть на партнера. Плюс ко всему он обладает сильным и прицельным броском. Попов является членом клуба Валерия Белоусова, составленного из хоккеистов, забросивших 100 и более шайб за «Трактором». Он же является лучшим игроком в истории команды по количеству шайб в КХЛ. Также Андрей входит в так называемый клуб Юрия Шумакова, являясь рекордсменом по количеству проведенных матчей. В сезоне 2017-2018 годов стал обладателем Кубка Гагарина в составе Казанского «Акбарса». А в общей сложности в КХЛ российский нападающий провел 646 матчей, в которых забросил 117 шайб и сделал 97 голливуд-передач. Андрей, рады приветствовать. Как бодрость духа? Все отлично. Ты олицетворяешь собой целую эпоху новейшей истории «Трактора». Ты выводил клуб «Суперлигу» из высшей и добился с ней дважды бронзы и однажды серебра. То есть все наивысшие результаты клуба в новейшей истории ты пережил вместе с командой. Какой из этих годов запомнился тебе больше всего и почему? На самом деле запомнилось несколько сезонов. Первый, безусловно, он запомнился. Потому что первый сезон в главной команде. 17 лет еще. Но ты масочник. Да, 17 лет. Сразу чемпионство, выход в Суперлигу. Параллельно плюс еще юниорский чемпионат мира был. Очень крутой сезон. Я как сейчас помню, что было после победной игры, после последней игры. Как мы летели, как нас встречали в Челябинске. Сколько народу было в аэропорту. Просто ужас. Все это запомнится, безусловно, навсегда. Так, если идти постепенно дальше, то первый сезон, когда я начал играть в центре. То есть Андрей Викторович Назаров меня поставил. Это был достаточно такой удачный сезон для меня лично. Ну и приход Белоусова. Очень крутые два года для команды. Невероятные эмоции в плей-офф. Просто очень крутые два года. Ну это, наверное, вот самые запоминающиеся сезоны. Цигуров, Назаров, Сидоренко, Киви, Юрзинов, Гятиатулин. Это все наставники, вот примерно по градации последних лет трактора. Вот цепочки. И при каждом из них ты имел возможность себя проявлять на льду. С кем из этих специалистов тебе было, а, комфортно, и, б, интересно и продуктивно? Ты рос как мастер. При ком из этих наставников? Взять можно с первого, это с Цигурова. Он всегда давал мне шанс, как бы там моя игра не складывалась, грубо говоря. Он понимал, что это молодость, это нестабильность. Но вот он как поверил в меня там с самого начала, так и увел меня, грубо говоря. Хорошо, кто еще? Слушай, ну вот, Назаров, например. Блин, он супер крутой мотиватор, да, но об этом знают все. У него все в порядке с юмором. Он вне там супер позитивный, да, крутой там человек. Заходит в раздевалку, шутит, все смеются. Когда плохо команда играет. Вот сейчас играли с трактором, полетела бутылка. И многое было в раздевалке, когда было страшно. Но и в то же время очень весело. То есть, судяное чутье очень сильно развито. Он без разницы, кто ты. Может посадить капитана с первого звена. Видят, молодые ребята там стараются, бьются. Все, будут они играть. Знаешь, и давал результат порой. Ты заметил о том, что Андрей Назаров – это великолепный мотиватор. Сказал о том, что Геннадий Федорович Сыгуров – это великолепный человек, который имеет особое чутье и доверие. Он умеет доверять игрокам, молодым в том числе. Кто в таком случае Валерий Константинович Белоусов лично для тебя? Что ты можешь о нем сказать? Ну, во-первых, он очень такой спокойный, добрый человек. Да, всегда там с ребятами хорошо общается. Тоже шутит. Я многое помню, чему он научил. Где развернуться, где подкатиться, куда встать там непосредственно вблизи ворот. Он же очень много голов забивал. Да, да. Такие хоккейные нюансы, которые позволяют игроку непосредственно нападающим больше забивать, больше давать, передать, он очень много дал. В этом он просто супер. Это была лучшая команда «Трактор» в своей истории образца 2012-2013 года, когда вышли в финал с «Динамо». Можешь ли ты об этом сказать? Или же нет? Думаю, что да. Чего не хватило против «Динамо»? Команда ничем не уступала, да? «Динамо» была абсолютно равная игра. Это, кстати, «Динамо» второй год подряд они взяли этот кубок. Да. Скорее всего, им, наверное, вот этого кубкового опыта у них было побольше, потому что они в прошлом году взяли кубок. И вот, может быть, этого чуть-чуть хватило им для победы. Это был лучший год команды не только в новейшей истории, а вообще в истории. Вышли в финал, и там действительно в конкурентоспособном противостоянии уступили. Да, такое бывает. А что случилось с клубом на следующий год? Почему команда, которая показала феноменальный результат в сезоне 2013-го годов, совершенно была не похожа на себя в следующем году? Слушай, ну это тяжело сказать, я даже... Ну что, перегорели, может быть, какой-то эмоциональный фон вот этой вот неудовлетворенности. Что происходило? Ведь состав практически не изменился. Ведь все тот же костяк оставался в обоиме клуба. Почему такой провальный результат был после «Серебра»? Просто те ребята, например, которые тащили два сезона, да, не все у них получалось. Тот же вратарь Майкл. Как он тащил предыдущий год? Не всегда «Трактор» играл хорошо, на самом деле. Были матчи, когда соперник переигрывал, но Майкл просто почищал все. Он здорово играл, он тащил. А следующий год у него чуть-чуть не пошло. Команда стала больше проигрывать. У него не пошло, на него стали давить. Почему? Как так? Ты же можешь. Ты тут там, помню, ты там вес набрал, ты еще что-то там. Стали на него давить психологически. Он как-то не справился. Я так понял, что он сказал, что не нравится, ставьте другого. Ну, пошло что-то внутри не очень коллектива по этому поводу. Не была та атмосфера победная, чемпионская. Но если вы только «Гарнет» один, Андрю, защищал от цвета «Трактора» и так далее, ведь там же целая команда, остальные. Почему Андрей Попов не потащил за собой команду? Женя Кузнецов был травмирован отчасти. Почему остальные ребята не смогли сделать результат? Слушай, ну ты можешь посмотреть, статистику мы своим звеном играли достаточно неплохо. И выходили мы порой там даже первыми, вторыми, потому что, ну действительно, тех лидеров, которые были в прошлом году, не все удачно складывалось, не так хорошо шла игра. Тот же Кузя, ты же помнишь, что был у него какой-то момент, он не мог там долго забить, или что-то, ну не шла у него игра, и болельщики его там критиковали, я помню. Номер он поменял свой, кто-то говорил, что это номер несчастливый. Я не могу сказать, что кто-то приходил из легионеров и говорил, блин, я сегодня там не пойду в зал, не буду работать, или там пойду там пивка попью вечером. Такого не было. Действительно, бывают такие сезоны неудачные, и результат был такой. Ты проявил себя отлично в эти годы, и Антон Глинкин, соответственно, получили приглашение по итогам сезона перейти в Акбарс. Ты рассматривал долго это предложение, или примерно понимал то, что нужно что-то менять? Обстановку, быт, город и так далее? Ну, рассматривал я недолго это предложение. Вот, я понимал. Я не то чтобы понимал, что нужно менять, я просто хотел попробовать. Да, я знал, что такое Акбарс. Та атмосфера, когда прилетаешь в Казань и играешь с Акбарсом, да, какие там играли мастера, просто звезды. Это топ-клуб, топ-тренер, топ-игроки, все на высшем уровне. Как? Ты просто, ну, надо попробовать. Ну, нет, нет. Вернулся обратно, не взяли, ушел в другое, в другой клуб. Но попробовать стоило. И поэтому решение должно быть довольно-таки легко. Ты поднимаешь, выигрываешь кубок, ты уезжаешь из своего родного города, в котором ты отыграл, там, 8-9 сезонов. За один клуб бросаешь все, уезжаешь в другой город. Грубо говоря, все ставишь на то, чтобы поднять этот кубок. И ты этого добиваешься, ты его берешь, и вот у тебя эмоции только запредельные. Сейчас реклама, а сразу после познакомимся с жизнью Андрея Попова вне хоккея и ответим на ваши вопросы. У спортсменов есть жизнь не только спортивная, но и повседневная. У кого-то бизнес, у кого-то свое дело. Мы находимся в гостях у Андрея Попова, который является владельцем одного из известных в городе компьютерных клубов. Андрей, так ли это? Почему именно такое направление выбрал? Почему решил вложиться именно в направление сайбер? Это такое мое хобби небольшое. Мне нравятся компьютерные игры. Я не скажу, что много нового. Периодически я это не доиграю. Плюс смотрю трансляции, наверное, наших СНГ топ-команды. Почему бы это не монетизировать, так сказать, попытаться открыть клуб? Их не так много было в Челябинске. Можно сказать, там, два, может, три было. Знаю, что многие любят, многие хотят, но не имеют возможности, почему бы, так сказать, помочь школьникам, да. Ценники на железо растут, зарплаты не растут. Помогаю детям играть в качественные игры, на качественном железе. Сам, да, прихожу, смотрю и получаю удовольствие от того, как киберспорт развивается. Люди играют и выигрывают. Итак, друзья, ваши вопросы. Поехали по списку, по порядку. Если бы вам одолжили машину времени, то в какой бы день вы вернулись в своей жизни? Много таких, по всей видимости, было дней. Тяжело, так сказать, но... Ну да. Бензина хватило, я думаю, в разные, конечно, вернулись. Ну, не смогу сказать конкретно. Наверное, это вот, выбрать какие-то кубок. Это, опять же, два кубка. Это первый и выше в неделе. Кубок Эхэл, кубок Гагарина. Это, наверное, такие самые запоминающиеся в жизни моменты. Три вещи, без которых не обходится ни один ваш день. Без еды. Первое. Без сна. Ну и третье. Многоточие. Оставим, наверное. Кто угадает. Кто угадает, ему кепка, кстати. Но нет, кепка у нас совершенно с другой. Кстати, три кепки получит, друзья, каждый из вас. За те вопросы, которые вы адресовали, Андрей в конце программы выберет и назовет победителя. Андрей, хотелось бы вам сняться в ситкоме, ну, в так называемой молодежной комедии, в сериале и так далее, если поступят предложения. Скорее нет, чем да. Ты не смотришь сериалы? Или тебя ситкомы не привлекают как таковые? Я смотрю сериалы зарубежные, но сняться в ком-то сериале, я думаю, что... Что ты из последнего посмотрел? Squid Game. Как? Игра в кальмара. Как тебе? Ну, мне понравилось. Конечно, мне не разделились по этому поводу, у народу, но мне зашел. Хотел бы ты в будущем своих детей отправить в этот вид спорта хоккей? Думаю, что да. Да, но, опять же, не настаивать, а подтолкнуть, может, как-то, показать, что это выбор, конечно, не за мной уже, за ребенка. Помнишь ли ты свои первые коньки, как они назывались? Не знаю. Как раньше назывались? Сальва. Сальва, Динамо. Сальва, наверное. Ну, то есть русские, тогда еще не Йоффа, не Графф, не Сациэма, не Бауэр. Первую шайбу свою помнишь, которую забросил? Видимо, касаемо не только уже профессионального уровня, а вообще первую шайбу в детском хоккее. Нет. Нереально вспомнить. Были ли у вас в карьере периоды, когда в вас не верили? И находился ли человек рядом, который, несмотря ни на что, верил в вас? Если не секрет, назовите этого человека. Моя супруга. Всегда, в любой момент. То есть независимость. Независимость. Удается ли тебе посещать хоккейный матч с частями трактора в Челябинске? Ходишь ли ты на хоккей, как часто и так далее? Пока еще не ходил. С того, как закончил, смотрю только по телевизору. Но все-таки планирую иногда ходить. Как тебе игра чернобелых в этом сезоне? Как оценишь? Ну, результат, наверное, скажет многое. Наверху таблицы находятся. Я думаю, это всех устраивает пока. Но, опять же, можно оценить игру только весной, да, когда все закончится. Закончится чемпионат, плей-офф. Но если взять сейчас, то, наверное, не совсем все гладко. Состав очень хороший, но игра во многом продолжает зависеть от звена Лукаша. Седлока от этой тройки. Они очень много делают. Хотя есть ребята, да, уровни не хуже. Считаю, что они все, да, играют вроде хорошо, там, но стараются. Вопросов нет. Но лично для меня не хватает взаимопонимания комбинационного хоккея в тройках. Это, наверное, единственный вопрос. Так вот, по игре-то, конечно, никому нет претензий. Просто хотелось бы, чтобы эти люди, да, этого очень крутого уровня, хорошего, имели больше голевых моментов и реализовывали их. Но еще раз скажу, что мое мнение, что комбинационной игры и взаимопонимания не хватает для этого. Считаешь ли ты тертышного главного открытия сезона, то есть Никиту, который сейчас лучший бомбардер? Ну, наверное, да. Потому что, ну, возраст у него подходящий как раз для этого. Он уже до этого дебютировал в КХЛ, да, он... Я уже говорил про свой переход в этот хоккей. На высшем уровне он такой был трудный. Он затянулся немного, так же и у Никиты. Он такой был непростой, да, он перерос в высшую лигу, да, он там... Но ему чего-то не хватало именно в взрослом хоккее, да. Сейчас он в этом году показывает очень взрослый хоккей. Очень умный, техничный, он не торопится, он видит поля, но он создает моменты для себя, для партнеров. Очень здорово играет. Итак, время подводить итоги. Вы задали огромное количество очень интересных вопросов, и Андрей выбрал три наиболее, с точки зрения игрока, интересные ему. И за каждый интересный вопрос каждый из вас, уважаемые дамы и господа, получит заветный сувенир. Кепку с автографом Андрея. Андрей, какие темы тебе больше всего понравились, и что тронуло струну твоей души? Ну, первое, это... Никита Тертышного. Так. Про коньки и про машину времени. Отлично. Друзья, победители на ваших экранах, и каждый из вас получит из рук Андрея Попова вот такой прекрасный сувенир. Кепка с логотипом трактора и, соответственно, автографом нашего сегодняшнего гостя. Впереди короткая реклама, а сразу после Андрей Попов сделает официальное заявление относительно своего спортивного будущего на свободном льду. Андрей, после расторжения контракта с трактором, ты неожиданно пропал с радаров. Кто-то сказал о том, что череда сотрясений не позволяет тебе продолжить карьеру, кто-то говорит о том, что ты в активном поиске команды, другие вообще говорят, что ты ушел в большой теннис. Где правда? Может ли ты сделать заявление на свободном льду относительно официальной позиции в отношении своего спортивного будущего? Это было не спонтанное решение, оно, наверное, уже было выношено, так сказать. Это было принято по ходу сезона, что если я не останусь в тракторе, то я уже никуда не поеду. Но ты нигде не говорил о том, что ты закончил. Вот чем соль и штука, понимаешь? Многие болельщики до сих пор не знают, в каком ты статусе. Ну, а почему я должен был об этом говорить? Ну, как правило, знаешь, человек, когда заканчивает карьеру, он говорит о том, что все, друзья, я закончил. Ну, это, наверное, правило этого человека, правильно? Значит, как правило, у меня я вот так вот ничто не писал. Почему я должен, например, писать в Инстаграме, например, как все? Я закончил, всем спасибо. Нет, я принял для себя решение, закончил все. Я поехал отдыхать, я там не тренируюсь, я занимаюсь своими вещами. Да, играю в теннис, там, часто хожу еще куда-то, там, в бассейн, не знаю, там, на бокс. Я не считаю, что я должен был взять и объявить. Вот прощальный матч, пресс-конференция, это не про тебя? Нет. Ну, ты как Костя Цзю, ты знаешь, да, бывший абсолютный чемпион мира, известный российский боец. Он до сих пор, будучи уже преклонным по меркам спорта в возрасте, не отвечает на вопрос, закончил ли он. Он говорит, пока со мной моя косичка фирменная, и она на месте, я не говорю, закончил ли я. У тебя тоже многоточие, как я понимаю? Потенциально ты можешь вернуться или нет? Да, я думаю, что нет. А почему? Не хотелось бы, знаешь, если ты играешь на высшем уровне, не хочется себя где-то беречь или там еще что-то. Если ты играешь, то ты должен там и ложиться под шайбу, и силовую борьбу вести, и так далее, и тренироваться. Плюс тренироваться там в 33 нужно уже намного. Не то, что тренироваться, наверное, уделять больше времени восстановлению, да, чем там в 22. Я старался в тракторе, остался, то я бы сделал все возможное для того, чтобы там сыграть на максимальном уровне на своем, да. Опять собираться и уезжать куда-то, хотя предложение было, и оно было с таким же контрактом, как и последний год в тракторе, но я отказался. Ты не захотел обманывать хоккей, как это сейчас принято говорить? Ну, ты знаешь, я не знаю, как там ведут себя те, кто обманывают, да, может, они там совсем не тренируются, или как вот они делают, я не знаю, но психологически я не был готов к тому, чтобы уехать в другой город и там показать там суперкрутой хоккей. А если ты не готов к психологически, то ехать там просто за деньгами, ну, не знаю, если ты не готов к психологически, у тебя там не получится, как бы там что не было. Окей, ты был психологически готов к проявлению своих лучших качеств, даже в условиях, о которых ты сказал, посттравмы и так далее, в Челябинске. Почему не срослось, не получилось? Не сумели договориться? С кем и почему? Вообще не знаю этот вопрос. Агент работал? Агент позвонил, сказал, трактор тебя не оставляет, все, я даже не интересовался у него, не спрашивал, с кем ты разговаривал, о чем ты разговаривал, предлагал ли ты что-то, какие-то свои там условия, нет, я просто сказал, о, и все, разговор закрылся. Если бы они вели какой-то диалог, наверное, да, то агент бы мне сказал, что ну вот они, может быть, бы подумали, если бы ты там пошел на то, на то, на то, да, тогда бы, естественно, я бы пошел на это, и все. Но такого не было, он мне сказал, трактор сказал, нет, все, ну, хорошо. Первый год после хоккея, он как-то кардинально отличался от того, что было у тебя до. Ты постоянно в хоккее, ты жил внутри этого вида спорта, ты был психологически полностью заточен и адаптирован под жизнь профессионального спортсмена. Здесь первый твой год вне большого спорта. Тебе сложно было адаптироваться к этой жизни или же нет, все прошло гладко, плавно, без сбоев? Ну, слушай, не могу сказать, что прям тяжело как-то адаптироваться, непривычно, да, то есть наступает осень, сентябрь. А ты на даче жаришь шашлыки, как в мае, да? Ты на даче жаришь шашлыки, там ребята уже играют вовсю, уже полетели туда-сюда, ты как-то, ну, непривычно. Ну, и плюс, знаешь, там, хоккей немного тяжело было смотреть, начинаешь смотреть хоккей, думаешь, блин, а вот... Так хочется вернуться, да, там, знаешь, сюда-сюда, но все матчи, знаешь, смотрю и никаких там чувств не возникает. То есть, ну, в течение, наверное, года так ты потихоньку адаптируешься, привыкаешь к новой жизни и тоже есть плюсы в этом. Хоккей не снится по ночам? Снится. И снился первое время, очень часто снился, сейчас, конечно, помнишь, но снился. Снится. Забрасываешь шайбу, поднимаешь кубки. Все, абсолютно все. И забрасываешь шайбу, и кубки, и там тебя выгоняют, и я не знаю, ну, все. Вот просто все. Многие ребята, которые заканчивают, тем более такие специалисты, которые прошли школу, причем всю вертикаль, Одесской южной спортивной школы, фарм-клуб, команда мастеров и завоевание всех трофеев, всей линейки причем. Чемпионство в вышке, переход в суперлигу. Бронза, серебро, главный трофей КХЛ, плюс кубок континента, все это в твоем активе. Плюс ты являешься лучшим снайпером команды «Трактор» в истории континентальной хоккейной лиги. Не рассматривал ли ты себя в качестве наставника или же функционера для того, чтобы продолжить и передать свой опыт молодому поколению и пригодиться в том числе управленческой структуре одного из хоккейных клубов, назовем это так? Почему бы нет? С удовольствием бы попробовал себя. Хоккей-то он был всю жизнь, да, я был в хоккее всю жизнь, и, конечно, хотелось бы продолжить этим заниматься. Наверное, я не знаю, где бы я еще взял такие же эмоции, как в хоккее я получал. Естественно, это и будет хоккей. Почему нет? С удовольствием бы там и тренерская, но, опять же, какая тренерская, там, работать с детьми – это одно, это не каждый сможет, да, детская психология – это тяжело, да, работать там с молодежью, да, я думаю, это очень интересно, да, и с ними и попроще, и интересно, и, не знаю, я бы, наверное, да, согласился бы с удовольствием. Ну, то есть тренерская тема тебе близка, и ты, в принципе, готов принять предложение? Да, почему нет? Ну, тебе 33, и говорить о завершении карьеры, опять же, если мы обращаем свой взор на того же Дениса Зарипова, 40-летнего, как ты не Камильфо? 33, можно было бы еще поиграть. Ну, тут, знаешь, так нельзя сказать, как-то обращаться к цифрам, да, потому что, во-первых, Денис, там, другого уровня игрок, ты сам знаешь об этом, что, там, Денис – суперзвезда, и он, там, может, пешком, грубо говоря, хотя он не ходит пешком, он, слушай, бегает так же, как все остальные, но он пешком может спокойно играть за счет, там, рук, головы, понимания, что, там, опять же, у кого сколько травм было? Люди, ну, 33, это люди, там, в 28 заканчивают, и, там, в 25, и в 30, без разницы, у кого сколько было травм, насколько организм готов идти дальше, да, тренироваться, там, ресурс, у каждого организма есть свой ресурс, да, и ты понимаешь, когда он иссяк, либо, когда, там, на грани, либо, когда ты понимаешь, что тебе 40, а ты можешь, как ягра до 50, например, играть, тебя спросят посторонний человек, который не имеет отношения к хоккею, а во сколько заканчивают хоккеисты, ты не можешь ему сказать, там, 35, например, да, или во сколько заканчивают, там, боксеры, тоже никто не может сказать, все индивидуально, и кто-то в 40, кто-то в 30, кто-то в 20, кто-то, как ягра, играет, не знаю, на цифры вообще не смотрю, почувствовал, все, принял решение. Однозначный твой ответ, карьера игрока на стопе. Да. Ну, вот такой он, Андрей Попов, сегодня на свободном льду он признался о том, что завершил свою спортивную карьеру, но оставил ноготочие для своей карьеры функционера и тренера. Пожелаем ему в этом удачи. Ну, а всех вас, уважаемые дамы и господа, я призываю держать руку на пульсе хоккеиста, хоккейного города посредством, в том числе, наших социальных сетей. Мы работаем для вас 24 на 7. Меня зовут Константин Устьянцев, всем удачи, большой привет, любите хоккей. Музыка. 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 Музыка.